Вы знаете, Конституция Соединённых Штатов и избирательное законодательство построены таким образом, что за кандидата может проголосовать большее количество выборщиков, за которым стоит меньшее количество избирателей. И такие случаи в истории Соединённых Штатов бывают. Правда? Поэтому, если уже говорить о какой-то социально-политической справедливости, то нужно, видимо, менять это избирательное законодательство. Довести дело до того, чтобы прямым тайным голосованием избирался глава государства и был прямой подсчёт, который можно легко проконтролировать. Вот и всё. И не нужно ни на кого ссылаться и винить кого бы то ни было в своих бедах тем, кто выборы проиграл. Ну, а теперь, если эту страничку всё-таки перевернуть, то я вам скажу то, о чём вы наверняка должны знать. Я никого не хочу обидеть, но Соединённые Штаты везде, по всему миру активно вмешиваются в выборные кампании других стран. Вам это разве не известно? Поговорите только так, чтобы, ну, насколько это возможно для вас. Убедите людей в том, что вы не будете предавать отогласности. Ну, вот куда пальцем на карту мира не ткнёшь, везде вам будут жаловаться на то, что американские официальные лица вмешиваются в их внутренние политические процессы. Поэтому, если кто-то, если кто-то, я не говорю не мы, мы не вмешивались, но если кто-то каким-то образом влияет или пытается влиять, или как-то участвует в этих процессах, то уж тогда Соединённые Штаты мне на что обижаться. Кто это нам говорит? Кто это обижается на нас за то, что мы вмешиваются? Вы сами постоянно вмешиваются. Как оправдание звучит. Это звучит не как оправдание, это звучит как констатация факта. Мы говорили с некоторыми другими официальными лицами. Никто никогда не предъявил мне никаких прямых доказательств. Когда мы говорили с президентом Обамой на этот счёт, ну, это вам лучше у него спросить, я думаю, что он вам скажет, что он тоже уверен в этом. Но когда мы с ним говорили, я увидел, что и он засомневался. Я, во всяком случае, так увидел. Поэтому я уже вам говорил, могу повторить. Ведь сегодняшние технологии таковы, что конечный адрес можно так закамуфлировать, что никто не поймёт происхождение этого адреса. И наоборот, можно так подставить любую структуру любого человека, что все будут думать, что именно он является источником той или иной атаки. Современные технологии очень изощрённые, тонкие и позволяют это сделать. И когда мы это поймём, мы избавимся от всяких иллюзий. Это во-первых. А во-вторых, я глубоко убеждён, что никакое вмешательство извне, ни в одной, даже в маленькой стране, а уж тем более в такой большой и великой державе, как Соединённые Штаты, не может повлиять на конечный результат выборов. Это невозможно никогда. А другая страна говорит, что там 17 тысяч голосов всего, которые изменили результат выборов, и это не так уж сложно было повлиять на 17 тысяч голосов. Вы знаете, Конституция Соединённых Штатов и избирательное законодательство построены таким образом, что за кандидатом может проголосовать большее количество выборщиков, за которым стоит меньшее количество избирателей. И такие случаи в истории Соединённых Штатов бывают. Правда? Поэтому, если уже говорить о какой-то социально-политической справедливости, то нужно, видимо, менять это избирательное законодательство, довести дело до того, чтобы прямым тайным голосованием избирался глава государства и был прямой подсчёт, который можно легко проконтролировать. Вот и всё. И не нужно ни на кого ссылаться и винить кого бы то ни было в своих бедах тем, кто выбора проиграл. Ну, а теперь, если эту страничку всё-таки перевернуть, то я вам скажу то, о чём вы наверняка должны знать. Я никого не хочу обидеть, но Соединённые Штаты везде, по всему миру активно вмешиваются в выборные кампании других стран. Вам это разве не известно?